В Калининграде открылся завод по производству электродвигателей. Проект реализуется в рамках специального инвест-контракта компании «Автотор» с Минпромторгом России и правительством региона. В планах строительства еще 11 высокотехнологичных предприятий. Подробности далее. Запуск произведен успешно. В 21 веке высокотехнологичное производство запускают при помощи наэросети. Мощность нового завода рассчитана на выпуск 60 тысяч электродвигателей в год. Движок, работающий на токе, можно будет использовать на грузовом и легковом транспорте. И это только первая очередь в планах расширения линейки продукции. Вторая линия будет запускаться у нас в четвертом квартале 2025 года. На ней будет расширена линейка электродвигателей. Здесь будут выпускаться двигатели меньшей мощности, которые будут предназначены уже для электротранспорта легкой категории. То есть это скутеры, это гольфкары, это мотоциклы, квадроциклы. Для работы на производственной линии инженерно-технический персонал и рабочие прошли специальное обучение. Сейчас на заводе в Калининграде стартовал выпуск тестовой партии электродвигателей. Автоматизированный конвейер оснащен высокотехнологичным оборудованием с оптической механической системой контроля. Это позволяет обеспечивать высокое качество при производстве отдельных элементов и сборке электродвигателей. По итогам визита президента России Владимира Путина в Калининград в январе 2024 года глава государства поручила оценить возможность проведения в области эксперимента с переходом на экологически чистый вид транспорта. Зоны рекреационные, они уже покрываются нашими экологичными электроавтомобилями. Вот каршеринг, такси взяли уже 50 автомобилей, а в последующем весь регион должен перейти на это. Проект по созданию производства электроавтомобилей и автокомпонентов направлен на ускорение импортозамещения. Это первый из 12 заводов на территории Калининградской области. У нас будут выпускать широкую линейку продукции, оттягивая батарей автомобильных компрессоров, кондиционеров до компактных электромобилей для маломобильных групп населения. Это старт комплексной работы по открытию полного цикла производства электромобилей. Почему это важно? Например, литейный завод, который будет в первом квартале 2025 года запущен. Его мощности позволят не только работать на завод, но этими мощностями будут пользоваться и другие предприятия региона. А это значит, им не нужно создавать свои литейные производства. Они будут экономить средства свои на закупку изделий в других регионах. Это минус логистика. То есть это сокращает стоимость конечного товара для других предприятий. Строительство последнего из 12 заводов в Калининграде должно будет завершиться в 2029 году. Общий объем вложений 70 миллиардов рублей. Одно производство электродвигателей позволило создать 140 рабочих мест. И каждое последующее потребует все больше специалистов. Константин Морозов, Михаил Эльбаум, Вести, Калининград.